Продолжение следует... 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 Пошел, отстыв, отстыв, отстыв. Пошел, отстыв, отстыв. Пошел, отстыв. Так, связь разорвалась. Будем звонить минут через 15. У нас есть. Сейчас мы с Феденом. Все, Феден. Он как раз нам что-то хотел сказать. Можешь включить свет? Такому было бы лучше видеть. Есть. Сергей, добрый день. Татьяна здесь. Здесь весь зал. Можно минутку включить свет. Чтобы он на вас взглянул, что мы тут есть. На самом деле не прячемся. Множество прекрасных людей. Чебоксасов, художников, поэтов. Вот он вот Гера Локовников себе ручкой машет. Вот сейчас Боря Ликберг помашет. Сейчас Валера Семеновна. Юрий Борисович. Валер Семеновна. Кто у нас еще хочет свет? Кто еще хочет помогать Сергею Федену? Александр Горбон. Кто еще? А вы где? А вы кто? Есть, есть. Мы ее увидим. Семей с комиссиным, чтобы поняли, насколько у нас работает. Слышно его? Покромче. Покромче, можно настроить там микрофон? Или поближе к микрофону говори. Так, что я делаю в французе, но это не тоже. Ну, вот так вот, да. Так, правильно? Слышно там? Да, нормально. Отлично. Ну все, тогда мы выключаем свет, да, чтобы мы тебя лучше видели. А, хорошо. Вот, и слушаем, собственно, приветствуем из Чивоксар со второго дня фестиваля «Голос А», посвященный комбинаторной поэзии. Вчера у нас была очень плотная программа и пять лекций, и выступление тоже пяти поэтов, и выставка, и показ видеоработы, живое обсуждение. Вот еще и Финн Перлендштейн пришел. Да, нет. Ура. Вам слово. Я хотел бы рассказать о двух недавних опытов, что нетнадзорных, я их уже месяца два назад укладывал в сети, поэтому некоторые присутствующие с ними уже знакомы, но, тем не менее, я для них тоже повторю, а для Атолик это будет возможно впервые. Первый из них заключается в своей основе, который в рядах, 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 в рядах. легкий губ. Вот я еще вот прием довести в каком-то смысле до предела, и теперь надо сказать от всего хорошего количества губ, в целом, какими громкими губами. И в качестве исходного теста я взял при самодельном стройке у Кушкина «Я памятник возле себе возле нерагонона». Мне, правда, больше нравится вариант с одной добавленной буквой «Я памятник в себе возле нерагонона». Но будем отталкивать все-таки от Кушкинского варианта. И в общем-то суть сильнее. Я сначала беру эту строчку, и потом отказываюсь от шести букв алфавитов, и пытаюсь то же самое сказать уже с ученым алфавитом. А в том период, если четверка напоминается, то есть уже в итоге количество запрещенных букв уже равном двенадцати, и опять-таки тоже, в то же самое буквы, и почти то же самое пытаюсь с совсем вторым алфавитом, с коптями, потепенно алфавит сгружается, и в конце надо сказать только три буквы, в помощи которых я уже окончательно выражаю то же самое, и почти то же самое. Вот я сейчас покажу, как примерно у меня это получается. Значит, исходные вторые строчки я памятник себе возле нерагонона. Сначала я запрещаю буквы «А», твердый знак «Ш», «Щ», «Ю», «Х». Получается такая строчка в итоге. Себе я обмениваю воздвигение водосборта. А потом я запрещаю еще шесть буквы, тем же применение на ЦР, в итоге повторюсь, у меня на структуру закрещены. И пытаюсь выразить то же самое с, сколько там, двадцати, а с помощью двадцати одной буквы. В раз получается такая, себе я обмениваю воздвигение водосборта. А потом я запрещаю еще шесть букв, «Г», «Ч», «Э» и «К», «Э», «Т», «Э», «Т», то есть всего распрещено восемнадцать буквы, конечно, становится четвертой армии. Получается такая правда. «Себе без рук возьмешь я обменив». После этого я запрещаю еще одну шестерку, значит, в итоге уже запрещено двадцать четыре буквы, остается только девять разложных. И получается, у меня получилась такая правда. «Себя я высек, в небе высоко». Ну, здесь добавляется дополнительный такой смысл, потому что слово «мысек» можно выбирать по-разному, в таком каком мазокическом плане, поэтому здесь у нас можно блоковать. И, наконец, я запрещаю еще шесть букв, остается только три буквы, «Э», «Э» и «Я», третьи буквы запрещены. Я пытаюсь с помощью этого минимального набора выразить исходную строчку. И получается так. «Все» и «Я». Чего «Я» такое обморчое? Вот. Примерно так видно или нет. Вот такой прием, такая как бы вертикальная липограмма, то есть когда мы постепенно усиливаем напряжение одного топ-трима. В таком смысле это напоминает уважение в стиле пенотов, и там было как бы движение, например, по горизонтали, когда одна и так ситуация рассказывала с помощью разных приемов, а если одна и так ситуация, один и тот же текст, излагаясь с помощью одного приема, то постепенно усиливаем увеличение напряжения. Как бы забыли, спускается в шахте этого метода, если, естественно, на самом дне уже пытается что-то там увидеть. В конце этого это может в данном случае тоже зависеть на пределах, и даже, кто-то мне предлагал, вообще оказалось 52, но это была как бы вариация, просто множество нуля есть, и в середине где-то там разрушается единица, как такой сырообразный монументум, но это уже как бы такие вариации. Вот это, собственно, один опыт, который я хотел сначала рассказать, самый второй опыт. Я его назвал так, сказки с параметрами. Мне было достаточно интересно, попробовать. В чем, собственно, здесь идея заключается? Ну, хорошо известно, что многие сказки имеют поинтересу, имеют поинтересу, имеют сходную структуру, и я решил потом, из класса индивидуальности, вот сейчас на морде русских сказок, выделить какую-то эту структуру и заменить индивидуально особенности некоторыми параметрами. А потом подставляя эти методы параметры в разные значения, получается, как и более известные сказки, так и много. Вот, значит, я выбрал несколько таких сказок, у которых общая схема, которую условно можно назвать кумулятивным эффектом. То есть, когда несколько раз звучат, кто-то сообщает какое-то дело, и в итоге усилия складывается, получается, у меня здесь такой замечательный результат. И, а вообще, значит, я вложил такую схему. Сейчас я вам покажу. Общая схема вот этой некой долгой сказок, такая, вот, не знаю, любит структуру. В общем, я прочитаю. Альфа – это какое-то действие, какого-то ответа. Альфа – это просто действие, в греческом это означает некий действие, альфа означает некий ответ или персонал, а в греческом это действие. Ну, а заглавное – это результаты иноценку действия. Вот пока это выглядит так, очень обкратно. То есть, альфа – а, потом, значит, что было, а, потом а был, то есть, а что-то делал, потом пришел, а1 и стал, а что-то делал, так, получилось амена. Ну, то есть, хорошо, плотно там, получается, и так далее. И вот пришел потом B2, там B3 и так далее, и вместе делали то же самое B с этим самым объектом А. В конце концов, наконец, пришел Bn, n, можно сказать, нему угодно, там, разнорозы до 10, до 1000, бесконечные, и стали, они все вместе, вот, применяют это действие с Bt, а, и а, гамма, то есть, а что-то за 100 гамма. Вот общая схема, она очень абстрактная, конечно, не только так, но если начинать подставлять конкретный параметр, потому что это достаточно интересные вещи, в частности. Вот один частный случай. Если взять столичный персонал, эти равные шести, в качестве ответа А для репу, в качестве D, вот эти характеристики, логинские буквы выражены, характеристика большая при большая, а глаголы, вот эти выраженные, геннические буквы, арка B3, дамма, а, коротки B3, дамма, выраженные, и ОМЕ, когда он подставляет к нему, как качество результатов неудач, то получается при постановке вот такой фар максиматический сказ который проектов. При постановке она так звучит так, росла древка, она была большая, а-тай большая, пришел, где-то стало мудреринку, получилось неудачно. Пришла бабка и стали не вместе с недель, получилось неудачно, пришла бабка и стали не вместе с утрем, а такая короче, такое дело наконец-то Наконец-то шла мышка и стали на середине делать репку, и репка вытащилась. Вот это самое автоматичное. Ну а литература, зря все мысли, там, портлённые, тянут по тянуту. Ну и тогда, в общем, даже сам. Если теперь поставить другие параметры, а именно, взять в качестве, в качестве, в качестве, в качестве персонажа, в качестве объекта – перенимок, в качестве футболы, в качестве футболы, там, вот, и благого, и драна, и тояло, и так далее. Персонал, как будто я из двух, как выслать, а метод – это хорошо. Получается такая схема. Получается сказка «Теремок». В схематическом виде, после постановки программировали ту общую схему, получается такой вариант. Ставка «Теремок» включилась в руку и становится в «Теремке». Получилось хорошо. Пришел Камар и строение «Миссия» в «Теремке». Получилось хорошо. И так далее. «Ныши», «Заяц», «Волк», все, что-то можно. Такой вообще «Теремке». И наконец пришел в «Луквей» и строение «Все вместе» в «Теремке», и «Теремок» развалился. Вот «Пацанов» привакует такую формулу сказочную, дает совсем другую сказку. Ну и наконец уже можно подставлять, помимо известных персонажей, каких-то своих персонажей в эту схему, и получать уже свои собственные сказки. Подставляя в исходную схему числого персонажа, «Все вместе» мы можем взять, скажем, «1001». В качестве «А» в исходного объекта брать ковчег, характеристика «Ноя», в качестве «Иванкова» стоятия берега, «В» это «Озбаки», набор «Грамма» зададутся. Ну, остальные рестораны говорят, B1, это может быть, но и есть у людей, B2, пара слонов, корняк, а далее, B1000, это, допустим, пара гнидых. И, наконец, в последнем ресторане B1001, получается вот такая вот сказка, которую я назвал Ковчег. Стоял у перега Ковчег, пока это схематически, как я сказал, пришли нои, женой, и 10 детей, и зашли на борт Ковчега. Пришла пара слонов, и зашла на борт Ковчега. Пришла пара гниян, зашла на борт Ковчега. Пришла пара волков, и зашла на борт Ковчега. И так далее. Пришла пара гнидых, и зашла на борт Ковчега. Наконец, пришла она Бейсер, и зашла на борт Ковчега. И Ковчег зато, ну. Это вот схематический вариант, потом его можно как-то литературно обоработать, используя эту схему обучающего, за такой развернутый вариант Ковчег. Рассвернился однажды богом в день и решил устроить мирный поток, чтобы убить их в смерть. Только правильный умной решил спасти. Построил Ковчег, сказал он, но и возьмите за собой каждый дворик, а парень. Послушал сын, но и построил большой Ковчег. И зашел на него вместе со всей своей семьей. И делал еще каждый дворик, а парень, слонов, хоргетян, дождей и так далее. Только грешных рыц не взял. Но ночью перед отплытием, когда все спали, рыц сама пробиралась в набор, и Ковчег не дадут. Вот это такой же вариант, когда в эту общую форму можно строить свои комплексные данные, можно использовать по крайней мере общую схему. Сколько угодно создать истории, они могут быть лучше, чем это, и хуже. Но возможностей здесь очень много. Нет у вас, это достаточно интересный такой комбинаторный опыт. И вот, собственно, то, что я хотел рассказывать. Два последних опыта. В этом опыте. Спасибо. Есть ли вопросы, Сергей? Сергей Экспериментал как раз такими изобретает огромное количество буквенных форм, самых невероятных. Может быть, кто-то из вас слышал. А потом другие люди иногда на них пишут, какие-то тексты дорабатывают. Есть ли какие-то вопросы, Сергей? Да, почему крысы? Вот с крысы меня удивился. Вопрос был, а почему была выбрана крыса для этого сюжета? Ну, это можно было назвать такую глотую персональку, а потом интересно то, что здесь какие-то есть алины. Крыса бежит с тонущего корабля, а здесь наоборот, как так и эмиссивно, она бежит на всплывающий корабль. Ну, потом есть... Ну, он становится тонущим. Да, он становится тонущим, совершенно верно. Вот потом здесь есть какие-то, ну, такие, например, то, что, в общем-то, она была отвергнута, не та, и, может быть, это вот та пищинка, которая перекомна корабль. Может быть, то, что мы крыса имеем какие-то негативные клиенты. Ну, не знаю, в общем, я как-то чисто инвестивно это добавил. Конечно, можно добавить верхний угол. Это был мой вывод, да, и в качестве параметра можно было снять верхний угол. Вот, но я предлагаю вопросу в других, конечно, вариантах. Я все никак не успокоюсь. А выбор зверей, которые там набрали на корабле, там есть какая-то символика или что, или это звукорядка в чем? Почему вы выбрали именно те звери, про которых кого брать, по-моему, вы же не представляете всех? Это звукорядка, символика? Ну, я сейчас скажу, да. Дело в том, что всего у меня персонажей 1001, то есть я набрали 1001, я просто подумал, что если я буду перечислять все 1001, то в момент не хватит времени для моего выступления, поэтому я ограничивался тем, как сейчас это делает, то, что начал с какие-то там, вот с волоком, менял на шуте и так далее, и этот 7000-155 кончил уже в 1001. и еще эти 1 на 2. Вот только количество времени определенного. И потом, вот, честно говоря, я не вижу даже особого смысла, то, что человек все. И дело в том, что все планеты и мы, кроме КВС. Георг, у тебя вопрос там? Хочешь что-то сказать? Нет. Спасибо большое. Благодарим Сергея. И попрощаемся. И попробуем снова на связь вызвать Наталью. Кто-то нам еще написал. Ага. Алло. Да. Так, связь снова налажена. Что-то у нас там разорвалось, они никак не могли бы снова соединиться, поэтому нам прочитал короткую лекцию Сергей Федин. И сейчас, я надеюсь, у нас отлично пойдет дальше презентация. С того места, где мы остановились, презентация о цифровом литеризме. Второй слайд. Можно произвести, Наталья? Итак, мы начали разговоры о цифровом литеризме. Само слово литеризм связано с именем такого поэта, как «Консидора Ису» из 40-х годов, 20-х годов, из Парижа. И эта группа поэтов и художников рассматривала букву как самостоятельный, самооценный элемент. В этой презентации, в этой лекции, в этом выступлении я буду говорить о литеризме как о языковом искусстве, в котором буквы играют ключевую роль в создании художественной композиции. Так, давайте подумаем о том, какую функцию может иметь буква. И вот, в такой заключательной слайде «Перемутация литер» мы понимаем, что поиск буквы – это своего рода поиск начала, поиск атома языка, поиск некого неизменного варианта или диаграммы. Давайте посмотрим на следующий слайд. Оля Клие – начало стихотворения. Получается? Да, мы видим. На этом слайде мы можем смотреть, в начале стихотворения в работе по Ле Клие можно увидеть букву как начало мысли, как начало составления произведения языкового искусства, как такой первый шаг в создании произведения. Давайте посмотрим на следующий слайд. Букву как модель универсуна. Здесь мы смотрим на букву как модель универсуна. Это страница из буквы «Криона и Столина», где «Кололлэй» представляется нам в различных своих формах, но при этом и в различных ассоциациях, которые это собирает, как бы давая Владимиру Царевичу, которого он воспитывал в «Криом и Столе», представление одновременно о грамоте и о мире, в котором он живет. Можно картинку дать крупнее на экране, чуть длиннее на весь экран. Сейчас мы пытаемся картинку увеличить. Вот, выгрузилась слайд пять. А материальность языкова закрыт. Мы видим фигурные стихотворения, кардинфигураты. И здесь мы наблюдаем очень интересный эффект. Походит, что языковой знак, слуга, имеет даже детственно своё изображение. То есть мы видим, что буквы используются не только, но не столько для создания семантического произведения, но и для создания графической формы. Конечно, мы знаем, что кардинфигуратор появилась из написания этого стихотворения на предмете, которым оно было посвящено. То есть если это стихотворение у зверей, то оно написано на зверей и таким образом повторяет форму зверей. Давайте посмотрим на шестой магический квадрат. Магический квадрат. Понятно, что вы говорите. Мы их, наверное, много видели вчера и сегодня, этих магических квадратов. Знаменитый квадрат сатурария по тени Труктера Ротес, который считается одинаково, который можно считать по множественным направлениям. Здесь мы видим, что буквы становятся комбинатором единицы, с единицей пермутацией. Давайте посмотрим, как мы быстро пробежали исторический обзор. И после этого непременно окажемся уже в цифровой части. Средневековый москрипт в форме креста. Книга представляет собой модель гневерсума. И таким образом каждая буква имеет свое сохраненное значение, шипроба, в которой мы можем понять тайны и раздражения. Давайте посмотрим, что делает конкретная поэзия с буквой. Это у нас слайд 8. Есть слайд 8 «Степотворение ветер». Да, и мы смотрим на степотворение Гамлингера, «Ветер», где материальность вентра представлена как именно отдельными буквами, а именно расположением их пространства и как будто бы эти буквы раздуты, сдуты ветром. Если мы посмотрим на 9-й слайд, который называется «Пространство в письмо. Есть». Здесь перед нами будет скульптура алхимик Харьми Пленс. Вообще Харьми Пленс сделала бесконечное количество этих буквных скульптур. Вот это там, верно, то, стоит в МАТИ, перед головным корпусом, сочувствованием. Здесь мы понимаем, что буквы могут быть единицей пространства мерхопозиции, не только визуальной мерхопозиции. Давайте посмотрим на 10-й слайд. «Без квадратов» нам никак не обойтись. Это один из очень множественных примеров болтовитых записанных дел, в частности, Анастасия Анастракули, 12-го года ее работа «Обнаженный силуэт». Здесь мы видим телесное воплощение буквы. И это нас заставляет подумать о вообще о чтении как возможности оснасления чтения как в физической практике идеи группы ресепции и Хансона о том, что чтение имеет определенное чтение включает в себя определенное положение тела. Это не только движение вновь, но и определенное положение тела. Давайте посмотрим на различные технологии, которые использовали буквы, для того, чтобы... Это у нас уже следующий слайд, один из... Вы вернулись на Молурии? Да. Мы... Поскольку он нам представляет диск буквенный, то, идя по кругу, определенный, мы возвращаемся в алфавитный... В алфавитный диск Райма Молурия, наверное, первая генеративный текстовый механизм Гибелья, это один из первых известных. В алфавитный диск, в который можно задавать вопрос, на котором нужно было набирать вопрос и находить на него рифмованный ответ. Следующий слайд нам показывает схемы, связанные с тем, каким образом устроен был полфавитный диск Райма Молурия, который, на самом деле, был переводом турецкого монстрита в указе «Ербё» или можно. Это была очень экзотическая технология. Теперь давайте посмотрим на грубо, менее экзотическую технологию каллиграва «Ербё» Видим? «Ербё» 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 и каждая буква – это отдельная карпелька дождя, но возможность создать такую работу-кулиграмму даёт нам определённые технологии, технологии «чатной машинки», которая неким образом отделяет из всего линейного пространства книжной страницы, которая выделяет, отделяет буквы и позволяет представить её именно в такой форме. Часто говорят, что конкретная поэзия тоже связана с появлением «печатной машинки». Мы знаем, что Бреннер назвал свою каллиграфу так, потому что это соединение каллиграфии и телеграммы. Давайте посмотрим на следующий слайд, четвёртый слайд. Медиаархеология – это направление медиаискусства, которое занимается поиском новых значений старых технологий. Перед нами 16-миллиметровый программ кинопроекта, который соединён с «печатной машинкой». Это работа художницы Розы Барна, которая называется «Мысль пространства на длину». Она была выставлена в Бергене и Устхале в 2013 году. Эта работа воспроизводит интересный механизм. Это описание выставки Розы Барна, которая называется «Мысль пространства на длину». И это описание печатается печатной машинкой по одной буквы прямо на моменте этого 16-миллиметрового проекта. И таким образом мы видим буквенный фильм, который рассказывает нам об экспозиции. Если вам достаточно терпения помогли прочитать это описание, то мы узнаем речь об экспозиции. И другая работа у нас на 15-м слайде, тоже Розы Барна – это световые часы, где буквы и цветовой угол используются для того, чтобы указывать на точное время. Вообще, это достаточно богатая традиция литературных часов. И, наверное, самый известный и плодовитый художник, который делал литературные часы – это Джон Хайли. Одна из работ, которая называется «Точное время», позволяет стихотворению 365 слов, из которого мы можем узнать год, месяц, день, час, минуту и секунду, рассказывая нам из слов стихотворения. То есть некое литературное время. Вот здесь мы видим другое представление о литературном времени. Итак, мы говорили о разных технологиях, которые используют букву для создания визуальной композиции. Теперь давайте посмотрим, собственно, вот этот цифровой компонент, который был заявлен в названии. И это у нас 16-й слайд. И перед нами Джейм Эндрюс, артероиды. Видеоигра и тексты. Можно даже сначала посмотреть. 18-й слайд, поскольку артероиды сделаны как микс игры «Астероиды» для платформы «Атали» 79-го года. Вот так выглядела эта игра. Очень простая, очень графичная. И что делает, вернёмся в 16-й слайд, что делает Джейм Эндрюс с игрой «Астероиды». Он превращает их в артероиды. То есть вместо «Ат» мы делаем «Арт». И предлагает нам проделать следующую работу в этой игре. Слово «поэзия» Видите ли вы здесь слово «поэзия»? Она в правом верхнем углу, не знаю, насколько вам хорошо видно, но верьте мне, она в правом верхнем углу. От слов «поэзия» расстреливает нападающие на неё слова «смерть», «страх», «успокойство» и «ничего». Это один из уровней этой игры. Но таким образом мы видим астероиды, прекращённые в буквы. И при этом достаточно интересную, медитативную и осмысленную работу можно произвести в этой игре. Итак, давайте пойдём к следующему слайду. Слайду 18. И тут нам понадобится ссылка на аскетизм. Ой, давайте сначала немножечко скорее вы помните. Нет арта. Да, нет арта. Мы знаем, что нет арта, что это начало медиа арта, и, поскольку графический метрофейз еще недостаточно развитый, буквы становятся единственным средством создания визуальной композиции в компьютерной среде, скажем так. И здесь перед нами интересная работа художника Ивана Химина, которая называется «Аскетицизм», которая собрана из двух значений. АСКИ – это первая бюджетная художника, первая бюджетная художника, American Standard Code of International Interchange. Как вот этот АСКИ связано с аскетизмом. То есть получается, что это аскетизм, который составляется, делается посредством АСКИ-кодировки. И перед нами, конечно, размышления над очередным, очередной квадратом, конечно же, «Черный». И при этом это алюзия к советскому телевизору. Это было 16 каналов, каждый из которых показывают различные вариации АСКИ-знаков, АСКИ-керакции. Мы можем посмотреть на ссылочку «АСКИ-тизборг». Здесь у нас входит Ивана Химина, переделываю этот сайт. И вот сейчас уже на телевизоре нету, а из АСКИ-символов. Он создает такой объемный кубик. Да, я тебе видела кубик из точек и балочек. Теперь напишу. «Арехов». Да. Которые есть, собственно, для тебя АСКИ-керакции. Он называет свою работу, давайте посмотрим на 19-й слайд. Говорит о своей работе как о постдигитальном искусстве, вот в частности. Это и постдигитальном живописи. И называет направление, в котором он работает, абстрактным концептуализмом, поскольку он использует языковые знаки, АСКИ-керакции, но которые не обладают ни семантическими, ни фонетическими значениями. Надо только скорее синтаксические какие-то функции наполнять. Это работа из выставки «Черты и резы». «Черты и резы», как вы знаете, это до георической описанности славян. И здесь Иван проводит аллюзию мерчатую берестой, и на таких черных на ней царульках, чертах и резах, и АСКИ-симболами, которые он изображает Афаила, таким образом размышляя до кириллическим письмом, и медиархеологией, то есть историей развития компьютерных технологий. То есть такая сложная археологическая цель выстраивается. И следующая работа, как вы знаете, сейчас АСКИ-код уже не используется. Используется ЮНИКОД, который, по отличие от АСКИ, который позволяют только латинские буквы закодировать, поэтому, например, роман Романа Лейбова, один из первых произведений, один из первых супертекстов на русском языке, в частности, был записан латинскими латинскими буквами или трансфитом. Сейчас же кодировка ЮНИКОД позволяет нам увидеть все буквы и символы, всех языков, которые обладают письменной формой. Давайте посмотрим немножечко видеоремака Биллингера. Сейчас посмотрим. Оно предлагает нам такую вицехлопедию, универсию этих письменных знаков. То есть он в течение полчаса в течение полчаса. Используем перед нами все-все-все-все-все-все знаки, которые есть в их коде. Какая-то там висленная, какой-то угрозный или знаковый дозаурус. Используем. Это не кода. Если кому-то он очень понравился, то, пожалуйста, можно посмотреть через некоторое время. Стоит сказать, что кодирование, использование буквы как кода, это не только явление цифровой культуры, но такие художники, как Эдуардо Касс или как Кристиан Берг, размышляют о букве на коде ДНК и котируют литературные произведения с помощью молекул ДНК. То есть буква как код используется не только в цифровом искусстве, но и в биотехнологическом искусстве. Давайте посмотрим последний примерчик. В скайпе там ссылка 3. Получается открыть надделочность? Потому что это сейчас будет немножко сложно, но если не получится, то не получится. В скайпе в диалогах. На него нужно зайти на эту страничку и там вы увидите небольшое приложение, которое можно в панель закладок отнести, как бы оттащить мышкой. Получается? Если не получается, я просто расскажу, что он делает. в панель закладок. Так. В общем, вытянемся. Туда, сюда, в название. Ниже. Ниже. А, сюда, да. Ниже. 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 Сейчас прошу прощения. Слушай. Ниже. Получилось что-нибудь? Нет. Сейчас, секундочку. Алло. Видно, не слышно, что у меня вопросы не завершились. Что именно нужно защитить в параллель управления гамбурной загладкой? Что вот эта надпись, собственно, причёркнута? Ага, ага, да. Параллель вернулась мышкой. Да, просто мышкой её вернулась защитить, просто гамбурной загладкой, да. Получается? Не очень, да, получается. Ну, не очень. Не очень, да? Не беда. Да. В случае, если... Самый... Молод экспортер, видимо, не получается. Да, может быть, просто нужен другой браузер. Ну, ничего страшного, не беда. Просто мне хотелось показать, что это существует. И, в принципе, наверное, названия в данном случае будет достаточно. Вручность делать следующую вещь. Если бы мы его перетащили в параллель закладок, мы можем открыть любой сайт, любой текстовый сайт, и из текста этого сайта программа создаст нам некую детеористическую форму или визуальное стихотворение. То есть, например, оставить на этой странице одни буквы А или оставить на этой странице одни буквы Би. Позволяет, тем самым, открыть вот это, то, что мы знали о... Увидеть или фонтирализовать, то, что мы знали о потенциальной литературе, в цифровом пространстве. То есть, выходит, что в одной странице информационного сайта мы можем увидеть... можно увидеть некое стихотворение, о котором мы даже не подозреваем. Смотри, может быть, можно открыть какой-нибудь из картинок. Ну, ладно. Я предоставлю интересующимся проделать этот эксперимент самостоятельно. Итак, я подхожу к выводам или, скорее, вопросам. Можно открыть последний слайд, где есть моя контактная информация. Вопрос, как я уже и... Как я начала говорить, формулируется в форме вопроса. Вопрос состоит в том, какова будет роль буквы в новой цифровой коммуникации. Будет ли роль буквы исключительно единицей построения графического произведения искусства или визуального произведения искусства? Или же буква будет рассматриваться как часть кода или, в частности, кода ДНК? Какова судьба буквы? Это мы видим на следующей этапе развития цифровых технологий. Вот, наверное, и все, что я хотела сегодня рассказать и показать. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и услышу ваши комментарии. Огромное спасибо. Просто открылись несколько совершенно новых и неизвестных сторон буквы в современной медиатехнологии. А есть ли какие-то вопросы? Можно связь включить, да? Куда-то даже микрофон у вас оттенит. Да, ну, среди слайдов была полимерная дождь. Ага. И мне показалось, что от букв падают тени. Это... В оригинале есть эти тени или нет? Нет, нет, в оригинале нету тени. Это просто так выглядело. Вообще, на самом деле, у оригиналов... Есть оригинал европейской записи, есть оригинал напечатанной напечатанной машинки. То есть, варианты есть, но варианта с тенями нет. Это моя работа с Божьей. Ну, вот это очень интересно, теня дождя. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое за содержательные нагла, невероятно интересные. Реплика касается прамилии художника Пауэра Клея, которая была... Не правило написано. На французский манер притесно Пауэр Клея, хотя он немецкий художник и читается как Пауэр Клея. Спасибо, спасибо. Да, ошибки неизбежны. Спасибо. Еще вопросы? Такой свежей лекции, свежим узнанием для нас всех. Спасибо, Наталья. Видимо, все столько погружены в эту информацию, но нет, тогда время просто понять, о чем это, о чем это. Да, очень информативно. Очень информативно. Очень богатая мекция. Спасибо огромное. Привет, Санкт-Петербург. Да, привет, Санкт-Петербург. Да, привет, Санкт-Петербург. Спасибо. Вы можете каким-то образом пообщаться. Я почти вас не вижу, но замечательно слышу. И надеюсь, что день дальше пройдет еще не менее, еще более интересно. Спасибо, Наталья. До встречи. Всего доброго. У нас, возможно, есть еще одна участница. Сейчас я минутку проверю. Или у нас на этом утренние сессии закрывается. У нас на этом утренние сессии закрывается. Хорошо. Вместе хорошая. новость. Мы вкладываемся в нашем расписании, в котором это было заявлено, что в час тридцать у нас заканчивается утренняя сессия, и сейчас у меняется перерыв. Давайте не пятнадцать минут, а сорок пять минут перерыв. Нет, это такой был у нас стайп лекции с 12 до 13.30. Это расписание. Дальше у нас короткий ответ. И в, соответственно, эти два тридцать мы соберемся, и там у нас будет последняя завершающая сессия нашего христианства – монетическое чтение. Спасибо. 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 Спасибо.